И чего это вы тут все столпились? Нарычать бы на вас как следует. Да только мы пока не умеем. Думают маленькие ягуары и пятятся к дереву, прикрывая друг друга. Журналисты подходят все ближе, а мама малышей Наоми нервно выглядывает из-за стекла. Через неделю им исполнится месяц. Когда в зоопарке готовились к пополнению, были уверены, что выкармливать малышей придется самим. Мама Наоми была выращена именно таким образом, поэтому нижегородские случаи считают уникальным. Надо дать должное. Наоми приняла их очень даже так по-матерински и сама стала выкармливать, и вот воспитывает сама. Поэтому с нас обуза эта снята. Мы рады. И любой зоопарк, который приобретает такое животное, они всегда именно ищут, чтобы скормлены были матерью. Немного попривыкнув к незнакомцам, маленькие ягуары успокаиваются и даже разрешают себя погладить. Журналистов от животных не оторвать. Руки к маленьким хищникам тянутся со всех сторон. И даже не верится, что эти милахи кого-то могут обидеть. Ведь ягуар считается самым злым хищником. И это пока они ведут себя, как домашние кошки. А вот через месяц голос уже прорежется. Возможность придумать имена малышам была дана их опекуну. Мы посоветовавши приняли решение, что назовем Соня и Матвейка. Это те имена, которые по жизни меня сопутствуют, приносят мне удачи, хорошее настроение. Поэтому я хочу этими именами поделиться со всеми. В вольере не остается ни одного человека, который бы не сфотографировался с этими малышами. Да и мама Наоми, почувствовав, что опасность миновалась, спокойно развалилась по соседству. Жить ягуаром всем вместе не получится. Уже через год они начнут драться. Поэтому Соню отправят в Ставропольский зоопарк. А вот кто заберет Матвейку, пока не ясно.